Вот и настал этот счастливый день, когда мы с Алиной отправились путешествовать по Апулии. Всего-то два с половиной часа в самолете, и мы уже на юге Италии, в аэропорту Бари. А потом городской автобус всего за полчаса довез нас до старого города Бари-Бекья, который расположен на полуострове между двумя портами. Первым делом мы отправились к базилике Святого Николая, потому что наш отель располагался совсем рядом с этим местом. Это площадь перед собором Святого Николая. Наш номер находился в двух минутах ходьбы от этой площади, и, как оказалось, это был самый старый район города. И постройки сохранились здесь еще с римских времен. Даже не верится, но мы жили в доме, который построили римляне. В нашем распоряжении, кроме номера, была еще верхняя терраса, с которой было видно море и базилику Святого Николая. Днем, конечно, там было очень жарко, но вечером, когда солнце садилось, мы с удовольствием там ужинали. Оставив вещи в номере, налегке мы поспешили знакомиться с городом. Базилика Святого Николая – это главный символ города. Возведение храма началось в 1087 году, когда мощи Святого Николая в целях безопасности были перевезены сюда из Турции, города Миры, который перешел под власть мусульман. Почему именно в баре? А потому, что путь Святителя Николая в Рим пролегал через этот город, и, увидев красоту этого места, он выразил желание быть здесь похороненным. У входа в храм изображение двух безруких быков. По преданию, эти быки тащили повозку со святыми мощами, а в этом самом месте остановились как вкупанные. Священники увидели в этом знак свыше, и было принято решение строить храм здесь. В храме удивительно красивый потолок, украшенный резьбой, позолотой и стоянными фресками. А в главном зале находится статуя Святого Николая, выполненная в полный рост из чистого серебра. В мае, во время празднования Дня Святого Николая, эту статую выносят из храма и торжественно шествуют с ней по улицам. А этот орган обычно используют на католических богослужениях. Ну и, конечно, шедевром храма является алтарь Экеборий над ним в виде каменного балдахина. 12 век. Две лестницы в глубине нефов ведут в крипту, где под центральным алтарем и покоятся мощи Святого Николая. Открывают раку с мощами раз в год в мае, и при вскрытии ее вытекает примерно полстакана целебного мира. Его потом можно приобрести в церковной лавке. А это икуна святителя Николая, подарена сербским царем в XII веке. С 1969 года Ватикан в знак уважения к православию дал право служить в храме православным священникам вместе с католиками. И раз в неделю по четвергам совершается богослужение по византийско-русскому обряду. Сбегая вперед, скажу, что нам с Алиной посчастливилось быть на русском богослужении. Чудотворная колонна, которую привезли из Турции вместе с мощами. Она исцеляет от многих болезней. Вот в арке видно кафе, где мы завтракали сюда. Кафе называется «Сан Николай». Вот-вот приблизительно так мы и завтракали. Ну а я заканчиваю свой рассказ о базилике святого Николая. И мы с Алиной выходим на набережную. И перед нами Адриатическое море. История города Бари тесно связана с греками, которые хозяйничали здесь еще в V веке до н.э. А римляне дали название городу – Бариум и воздвигли здесь мощную крепость. Город делится на две части – старой Бари и новой. В старом сосредоточены в основном древние постройки, относящиеся к доримским временам. А также множество церквей, храмов, творцов. Старый город лежит на полуострове между двумя портами. Вот один из них для океанских лайнеров. А возле другого по утрам открывается рыбный базар. Говорят, что планировка старого города Бари – Бари-Векью – знаменита на всю Италию своей лабиринтоспособностью. Поэтому лучше не ставить конкретных целей, а просто наслаждаться романтикой. Мы с Алиной так и поступили. Чтобы услышать этот богатый интонациями голос города и понаблюдать живописные сценки жизни местных жителей, здесь обязательно нужно заблудиться. В старом городе, несмотря на его небольшие размеры, расположены 40 церквей и 120 святилищ. И гуляя здесь, так или иначе натыкаешься на всевозможные достопримечательности. Вот и нас узкие улочки Бари вывели к кафедральному собору, освященному в честь святого Сабинуса. Построен он в XII-XIII веках на месте разрушенного собора Византийской империи. И 16 колонн разделяют собор на три галереи. А мощи святого Сабину сохранятся в крипте. А мы гуляли и наслаждались атмосферой этого средневекового города. Ну и, конечно, мороженым. И незаметно наступил вечер. А вечером-то наступает время местных жителей. Они выносят на улицу стулья, столы, ставят воду и вино для ужина. И старый город каким-то магическим образом превращается в огромную коммуналку, где все друг друга знают, и каждый хочет поговорить, и поделиться новостями, и, конечно, поужинать. Некоторые хозяйки, беседуя, делают местную пасту – арикветта. Здесь это не просто паста, а визитная карточка Аполлии и даже туристический аттракцион. А мы продолжаем прогулку по ночному городу. Мимо Кафедрального собора и мимо Базилики Святого Николая. И, наконец, мы выходим на набережную. А набережная Бари – одна из самых длинных в Европе. Ее длина – 42 километра, из которых 15 в пределах города. Баба-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-б это наш поздний итальянский ужин на террасе и наш друг камуар как всегда с нами новый день начинается с нового паре попасть туда из старого города очень просто надо перейти улицу виттория и мануэла и попадаешь в яркий современный город с прекрасными зданиями элегантными бульварами и скверами где кипит жизнь и царит беспокойный итальянский дух но не бывает итальянских городов без бутиков высокой моды поэтому мы и прогулялись по пешеходной улице спирана где расположены магазины от ведущих модельеров внешний вид этого красивого здания напоминает мне мадриде это дворец минкуцы построен в 1926 году для торговой текстильной компании на первом этаже магазин пенетон а вот театр петру цели самый большой частный театр в европе на его сцене выступали такие мировые знаменитости как франк синатра лайза миннели луча на повороте и многие другие на этой же пешеходной улице расположена большая современная церковь церковь святого фердинанда а это университет альдамора один из самых престижных университетов италии и вот наконец мы вышли на площадь альдамора центральный транспортный узел города баре здесь расположены железнодорожный вокзал городские междугородные автобусные станции станции метро отсюда мы сегодня поедем в пещерный город матеру еще мы планировали в этой поездке посмотреть маленькие симпатичные городки албарабелла гравинь депулия лакаратунда и пещеры кастильяна и рассказ о них будет в других фильмах наступило следующее утро и у нас по плану отдых на городском пляже со смешным названием хлеб и помидор паная и помодора это любимый перекус итальянцев на отдыхе пляж находится в четырех километрах от старого города и если идти по набережной то непременно окажешься на пляже мы так и сделали но через некоторое время палящее солнце все-таки вынудило нас сесть на автобус несколько остановок мы на пляже пляж на сказать отличный здесь есть все лежаки и зонты душ кафе но главное конечно это песок теплая прозрачная вода и красивейшие виды на старой баре во время пробежки алина увидела выловленные из моря мотороллеры надеюсь что сами лихачи живы а это фирменная паста региона опулия арикьетте наступил последний день пора домой а в соборе святого николая как всегда венчание кстати в старом городе 43 улицы из 50 носят имя святого николая в разных вариациях я наслаждаюсь гранулой алина пишет открытки последние фото в аэропорту и вкуснейшие фокачи с собой и время в полете пролетело мгновенно а а а а а Субтитры подогнал «Симон»